В музее в дни Сагалгана всех гостей погружают в древние игры и обряды, рассказывая об их сакральных смыслах. Значит, буряты раньше всегда сохраняли гаир хрыбтовую кость после Сагалгана, после обрядовой пищи, они обгладывали полностью, начисто, и должны были разбить вот эту хрыбтовую часть. Почему? Потому что в хрыбтовой части крупного рогатого скота остается благодать земли. И эта благодать должна остаться у хозяина дома, для того, чтобы стада еще больше становилась. Представляете? А мы везде разбиваем, надо разбивать гаир дома. Вот так держишь, и ты должен попасть куда-то сюда? Не сюда, не сюда. Да, это больно будет, да это тоже больно будет, но это же своя же нежная кожа. Вот смотри, вон сюда. Вот так. Вот так бьешь. Раз, два, три. Ну попробуй. Чуть не разбил. Опа! Чуть себе. Да, чуть-чуть. Еще немножко. Опа! Молодец! Ну, немного больно было, но терпимо. Ага, это первый раз. Это первый раз. Я видел, как его папа бил, и все. Вспомнил это. Судя по тому, как легко молодым ребятам удавалось разбивать кости, и даже маленькая девочка пыталась это сделать, я решила тоже попробовать. Но то ли сноровки не хватало, то ли сил в руках нет. Мои попытки потерпели фиаско. Она короткая, ничего страшного? А-а-а! Вот так, кстати, это довольно неплохо. О, боже, как больно. Нет, она короткая, может быть, поэтому я попадаю вот в эту часть. Надо метиться, хорошо. Вот так приводите, потихоньку так приводите, и потом резко удалите. А-а-а! Ну, видимо, это не женское дело, разбивать кости руками. Разбивать кости руками, конечно, дело не из легких. Наверное, поэтому только мужчинам позволено добывать благодать земную, не нарушая правила патриархального мира бурят. Обряды, мифы, легенды и развлечения бурят в первозданном виде можно увидеть в Музее истории Бурятии в дни белого месяца. Елена Гармаева, Александр Моисеев, АТВ.